Владивосток приближается к зимним праздникам. В детских школах искусств учащиеся уже вовсю готовят новогодние работы. Ребята создают подарки для самых близких и оформляют собственные школы, украшают окна, мастерят тематические фотозоны. Мы стараемся каждую зиму в это состояние, так скажем, праздничной обходить вместе с ребятами, ну, посредством художественных работ. Преимущественно мы работаем с декоративно-прикладными материалами. Тут идет работа с новогодними игрушками, созданием этих игрушек, идет работа с какими-то объемными интересными композициями тематическими. В ход идет все – бумага, ткань, блески, краски. Ведь школьники работают в самых разных техниках. Эту работу я начну подготовиться в сентябре. Ну, незначенный пример, что здесь будут не коты, а люди. Место здесь – ну, Санкт-Петербург 18 века. Я жду Новый год, потому что, ну, хочется отметить его с близкими и родными. Сделать что-то своими руками в атмосфере праздника может каждый желающий в доме музея Суханова. В доме чиновника открылась выставка ватной елочной игрушки. Новогодние украшения, изготовленные вручную в начале прошлого века, соседствуют здесь с произведениями современных мастеров из города и края. Игрушки из подушки, таким замечательным, домашним, теплым названием. Выставка продлится до 30 января. В выставке участвуют шесть мастеров. Это мастера из Владивостока, Находки и Екатериновки. Охраняет музейные сокровища настоящий ученый кот – Василий. Добродушный и ласковый, он ждет всех желающих узнать секреты ватной елочной игрушки и почувствовать приближение праздника. Мы всех приглашаем получить новый заряд новогоднего настроения. И с удовольствием ждет наш кот Вася, который дружелюбный, тоже ласковый, всех привечает. Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова